Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Инфопресс Новость о том, что половина кировских государственных вузов, признанные Министерством образования неэффективными, порядком взбудоражила общественность. Однако на защиту учебных заведений встал сам губернатор, и тут появился слабый огонек надежды. Как пишет газета «Ивецкий наблюдатель», 7 ноября в Москве Минобра выслушал аргументы главы Департамента образования области Анатолия Чурина, который передал позицию губернатора и правительства региона, основывающейся на том, что неэффективные, по мнению Министерства, Гуманитарный университет и Сельхозакадемия, на самом деле очень даже эффективные и области нужны. Кроме того, за день до заседания состоялся телефонный разговор министра образования и науки Дмитрия Ливанова и губернатора Кировской области Никиты Белых. После сего вузы из черного списка пропали. Интересно, использовался ли подобным образом телефон при составлении первоначального варианта списка. Ни один визит заметного гостя в Киров не обходится без Дымковской игрушки. Как пишет газета «Бизнес новости», заинтересовал советским брендом и министр культуры Владимир Мединский. Во время рабочего визита в Киров Владимир Ростиславович расспросил мастериц о тонкостях производства игрушки, после чего спросил, можно ли купить одну из композиций. Расплатиться за понравившуюся министру глиняную композицию собрался губернатор Кировской области Никита Белых. Он даже вынул из кармана пятитысячную купюру, но Мединский настоял на том, чтобы лично оплатить покупку. Хотя, быть может, министр таким образом тонко намекнул на то, что область может рассчитывать на федеральные средства. Инфопресс Понятие «штатная ситуация», судя по ситуации, с мостом в Каримторф, может интерпретироваться как угодно. Как пишет газета «Репортер», около месяца назад введенный в эксплуатацию на плавной мост, соединяющий поселок с Кирово-Чепецком, на днях подтопило, вследствие чего проезд по нему был затруднен, а потом и вовсе закрыт. Жители Кирово-Чепецка считают, что при строительстве моста допущены нарушения, поэтому его подтопило. Директор Ждорожного комитета Кировской области Владимир Бухланов заявил, что такая ситуация является штатной. Стоит отметить, что даже после того, как на проблему внимания обратил Никита Белых, штатная ситуация осталась неизменной. Думается, во избежание подобных проблем мост нужно было просто назвать подводным. Инфопресс Между тем, осень в самом разгаре и соответствующее ей настроение нахлынула на вице-губернатора Михаила Курашина. В своем блоге он оставил пост под названием «Осенний пассаж», в котором сетует на усталость и рассказывает о том, что в процессе погружения в государевую службу многое расставил для себя по полочкам. Кроме того, по словам Михаила Вячеславовича, если публичная деятельность законотворцев периодически освещается и видно, как депутаты обсуждают и принимают законы, спорят и делают разные заявления, то другая сторона видна немногим. Как раз о ней он готов рассказать, правда не уточняет когда. Между тем, это похоже на ситуацию с обратной стороной Луны. Люди ее никогда не видят, и дело даже не в том, понравится она им или нет, а в том, что, быть может, просто по природе своей они не будут к этому готовы никогда. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс